Приветствую вас, Елена. Давайте мы с вами разберёмся. Вы задаёте свой, я так понимаю, далеко не первый вопрос, да? Вроде бы вы не новичок, вот, ну, на сайте. То есть вроде бы вы уже вопросы задавали, не знаю, может быть вы ошиблись в разделе, написали в раздел эзотерики. Хотели написать, хотели, хотели написать в раздел эзотерики, написали в раздел психологии, вот такое иногда бывает. Ничего в этом такого страшного-то нет, в принципе. Вот, но, как бы вопрос, он очень неопределённый, на самом деле. Потому что, потому что, потому что, вот вы пишите, я боюсь будущего, да? То есть это значит только то, что вы, ну, не можете полагаться, вы не можете положиться, да, на себя. То есть если вы боитесь будущего, то вы, получается, не ориентируйтесь на себя. Вы как бы, ну, как бы, ну, боитесь, вот, неопределённости какой-то, ну да, потому что страх будущего, это, как правило, именно страх вот неопределённости какой-то. Вот, а страх неопределённости возникает, как правило, тогда, когда человек, как раз, вот, не может положиться на себя. Поэтому здесь, как бы, история, она вот такая. Так что, здесь только разбираться с вашими приоритетами, с тем, что для вас важно, с тем, что, с тем, с тем, с тем, что вам ценно, с тем, что, вот, что вы ставите на первое место, с тем, что вы ставите на второе место, и так далее. Дальше, вы пишете, боитесь одиночества. Опять же, опять же. Означает это, что вам некомфортно с самой собой находиться? Означает ли это, ну, что-то другое? Да. Вот. То есть, как бы, ну, это тоже нужно исследовать. Либо вы имеете в виду, говоря, там, ну, говоря про одиночество, вы имеете в виду, там, что-то совершенно другое. Как бы, первое, что приходит на ум, когда человек боится одиночества, да, это, как бы, значит, что человек не принимает себя. То есть, вы, то есть, вы, ну, себя не принимаете, вот, до конца. Ну, не комфортно. Вам, как бы, с собой, вот, наедине с собой некомфортно. Понимаете? Такая штука. То есть, тут вот, конечно, есть, есть такой аспект, есть такой момент. Вот. Ну, опять же, опять же, да, опять же, что-то нужно исследовать, что-то нужно исследовать, что-то нужно смотреть. То есть, вот, что, значит, конкретно вас беспокоит. Понимаете? Вот. То есть, это вот такой момент, который нужно исследовать, по исследованию обязательно. Необходи. Вот. Стану, стану. Такая вот история. И с этим нужно работать. Нужно разбираться. Вам нужно помочь, условно говоря, войти в контакт с собой. Вот и всё. Но это требует такой вот нюанс, то есть, которые нужно учитывать обязательно. Если вы хотите, чтобы проблема решилась. То есть, если вы свой вопрос задаёте, да, не просто так, а вот именно с целью решить свою проблему. Но тут, опять же, момент в том, что ощущение, что вы просто написали вот то, что вас волнует и всё. Давайте попробуем разобраться, когда появился страх, как он проявляется, какие мысли вас пугают, чем пугают, в чём, значит, ну, сомнения у вас. Вот. То есть, это такой вот момент. Мы психологи, а не эзотерики. эзотерики, поэтому габать мы не будем. Если проблема вас беспокоит достаточно сильно, настраивайтесь на работу с психологом, на серьезную работу с психологом, вот. Не обязательно прямо длительную, но она серьезная. На этом все, я надеюсь что помог вам, если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!